Приветствую вас! Что стоит за страхом, например, обидеть ваших родных? Что стоит за страхом сделать не так, как, например, они хотят? Что стоит за вашей невозможностью, скажем так, имперечить? Вот, серьёзно, что стоит за этим страхом? То есть, какова его природа, этого страха? Даже видно, что речь здесь идёт о неком таком поведении, которое в детстве было для вас, видимо, выгодным. То есть, для нас это было выгодно, чтобы, чтобы, ну, так себя вести. Вот. Вам было выгодно вести себя так. И вы себя, я уверен, так вели. Потому что вам было выгодно. Сейчас, сейчас вам перестало, перестало это быть выгодно. Вот. Потому что это откровенно вас, ну, принижает, это откровенно вас оскорбляет, это откровенно вас занижает. Вот. И вам это уже не выгодно. А сводиться вы не можете. Ну, я думаю, я думаю, что ответ лежит на самом деле в том, что вы нервничаете. Вот. Именно в этом лежит ответ. То есть, родители, ваши, ваши родители, да, они, вообще говоря, могут делать всё, что хотят. Мне кажется, с этим нет и быть не может. Вот. Они могут говорить, говорить всё, что хотят, они могут делать всё, что хотят. Это исключительно как бы их право. Вот. Другой вопрос. Как вы на это реагируете? Понимаете? То есть, если вы на это реагируете как-то вот негативно. то есть, вам тяжело воспринимать то, что происходит и так далее. Понимаете? То есть, тут мне кажется, исходить нужно именно от того, из того, что вас задевает сильнее всего. Вот. То есть, исходя из того, почему вы нервничаете. Вот. Ну, а нервничаете вы, соответственно, именно, понятно, да, по той простой очень причине, что вас это задевает. То есть, вас задевает тот вот, тот факт, что они это говорят. Вас задевает, вам неприятно. Вот так. История, она на самом деле такая, что до тех пор, пока вас это задевает, вот, ситуация меняться не будет. Ибо, пока вас это задевает, вы будете в зависимости от, ну, от своих родных. Вот. Понимаете? Поэтому мне кажется, что именно так вам и можно ответить. То есть, если вы говорите, как мне быть, да, то быть, в первую очередь, исследовать, почему вас задевает. Исследовать, почему вас задевает то, что они вам, например, говорят. Исследовать то, почему вас задевает то, что они вам указывают. Исследовать то, почему, по какой причине вы продолжаете делать, собственно, то, что они хотят, чтобы вы делали. Исследовать то, что это не случайно, да, я даже не сомневаюсь в этом. Вот. Понимаете? Такая история. Это первое. И, наверное, второе, что я хотел бы вам сказать, да, это то, что для обретения, например, контроля над над собой, да, над своей жизнью, например, и так далее. Вот. Вам нужно ориентироваться на себя. То есть это вот реально то, что вам нужно делать. Исключительно ориентироваться на себя. Вот. Только и только на себя. Других вариантов вас, на мой взгляд, особо нет и быть, в принципе, не может. Потому что если вы не будете ориентироваться на себя, если вы не будете ориентироваться на свои желания, да, но просто вы хотите, не будете их оставить. А также будете, грубо говоря, ну, пасовать, пасовать перед, например, ну вот перед, перед вашими родными, да, когда они, когда они истерят, например. Если вы будете басовать, то так ситуация никогда, в общем-то, и не изменится. Вот. Поэтому здесь варианты ваши, варианты вас только один. Вот. Ориентироваться исключительно на себя. Для этого нужно учиться к себе прислушиваться, для этого нужно учиться выражать свое желание правильно. И для этого необходимо, конечно же, чтобы вы не обращали внимание на какие-то вещи, на вроде негатива от ваших родных, да, на вроде негатива от ваших близких, которые... Я уверен, эээ, думают, что оказывают вам, эээ, ну, услугу, да, то есть они думают, что помогают вам. И, конечно, им не вдомёк, что они вам только вредят. И чтобы они это поняли, эээ, вам нужно, вам, вам, а не кому-то другому нужно, эээ, им это показать. До них. До них. До них. До них. До них. До них. Понимаете? Вот. Вопрос только в том, эээ, как бы, ну, готовы ли вы это сделать? Готовы ли вы этим заниматься? Вот. Вот, в принципе, то, что мне кажется возможным вам ответить. Вот. На этом, в принципе, всё. Я думаю, можно, эээ, пока закончить, ээээ, мой ответ. Ага, значит. Я надеюсь, что это, эээ, даст вам определённую пищу для размышлений, надеюсь, что вы их подумаете. Вот. Подумайте о своих чувствах, подумайте о своих желаниях, о своих страхах подумайте. Безусловно, сам это страх, это, эээ, едва ли не, ну, едва ли не главное, что вами движет, возможно. Именно детские возможные страхи, эээ, вами, вами и управляют, собственно говоря, здесь и сейчас. Вот. А, значит. Подумайте об этом, подумайте о том, чего бы вы хотели, подумайте о том, эээ, что вам, значит, нужно. И так далее. То, что я рекомендую сделать сейчас, эээ, вот прямо сейчас, да, эээ, на данный, на данный момент, вот, то, что я рекомендую сделать вам, это, пожалуй, эээ, отдалиться, максимально отдалиться от своих, эээ, родителей, которые совершенно очевидно, да, вас не понимают, совершенно очевидно, эээ, настроены к вам достаточно эгоистично, вот. Отдалиться от них, эээ, и больше времени уделять именно себе, да, то есть ссылаться на что угодно, на занятость, на, эээ, все-все-все-все-все. Вот, это на самом деле одна из, эээ, один из, эээ, возможных, эээ, для вас, эээ, способов, эээ, что-то исправить в этой ситуации, потому что, ну, как бы, по-другому, да, просто, вот подумайте сами, ээээ, какой мотив, эээ, да, именно, вот, мотив, эээ, вашим родным, то либо менять. Какой мотив, мотив? Нет у них мотива. Ээээ, если вы хотите реальных изменений в вашем окружении, окружении, то меняться вам нужно самой. Это не всегда легко, это, это, может быть, тяжело, но выбора, по сути, у вас, ээээ, нет и быть не может. Вот, другие люди, другие люди не изменятся, а вы можете измениться, если вас не устраивает что-то, тем более, что явно в этой ситуации вы находитесь в позиции жертвы, то есть, эээ, ну, подсознательно вы хотите, ээээ, перенести ответственность, ээээ, ну, за свои желания, да, на себя, эээ, вот. Ну, если, 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 да, если вы, вот, оказываетесь в данной ситуации, вот. Возможно, вы даже не осознаёте, что вы жертва, потому что настолько вы, ээээ, привыкли, вот, ну, к такой позиции, настолько вы привыкли к такому поведению, что уже не помните, точнее, может быть, даже не знаете, как это, когда никто вас, ну, никто на вас не мешает, да, никто вам, ээээ, значит, никто вам ничего не говорит и так далее. И, тут, на самом деле, интересный момент, эээ, вот, кто знает, может быть, ээээ, вы и не смогли бы, кто знает, может быть, вы и не смогли бы, ээээ, взаимодействовать, ээээ, сейчас, со своим окружением, ээээ, по-другому, если бы, ээээ, вам предоставили свободу. Потому что свобода, это всё равно рамки, свобода, это всё равно границы, и начинать, возможно, вам нужно именно с границ, вот, со своих границ, личностных границ, вот, а этому, опять же, всё же нужно учиться. Вот. Поэтому мне представляется история всё-таки именно такой, повышение эмоционального интеллекта, эээ, вашего ориентации на свои желания и приобретение навыков по, ээээ, выставлению личных границ и отстаиванию своих позиций, вот. Это то, что вам можно, можно, ээээ, сказать, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы нам здесь дали. Я понимаю, что, возможно, это далеко не всё, я понимаю, что, возможно, есть ещё какие-то аспекты, вот, но, пока на данный момент история вот такая, и я надеюсь, что вы всё-таки её привыкли уцелить для того, чтобы её изменить, вот, ну, потому что это очень важно, да, для вас. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их личку и обряд ответить. Эээ, надо, надо вам найти себе специалиста, который, эээ, ну, которому бы вы, которому бы вы поверили, которому бы вы доверились и, который вёл бы вас, ээээ, вёл бы вас по пути свободы, ну, по пути к свободе. Вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим, вот. А я вам желаю всего самого-самого-самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.